Сначала, все-таки до финала, все равно мы играли групповой этап, где у нас были сильные соперники, которых мы в принципе знали по Лиге нации, это французы и голландцы, которые были непроходными абсолютно, то есть серьезный соперник, на который нужно было настроиться и туда надо было попасть. Мы отыграли группу, нам все хорошо отыграли, вышли с первого места, все было по плану. День плей-офф, он пришелся на мой день рождения. Я вспомнил анекдот о том, что игроки, собственно говоря, тренера день рождения, он им говорит перед игрой собрание, он говорит, ребят, лучшим подарком на день рождения для меня будет ваша победа, давайте. И ребята ему отвечают, тренер, а мы уже галстук купили. Ну то есть я ему рассказал, не знаю, сработало это, ну видимо сработало, не знаю как они, немножко расслабились и пошли, собственно говоря, играть с первой командой Сейны, это латыши на тот момент были, они по рейтингу были первые. И в принципе, ну все очень честно сложилось, первые две команды рейтинга встретились в финале, одинаково сильные. Ну где-то нам повезло больше, потому что фактор везения в этом виде спорта тоже имеет большое значение. Ну и естественно, никто не ехал туда за вторым местом, за третьим и так далее. Мы ехали туда выигрывая. На самом деле было облегчение, что наконец-то все это закончилось, потому что очень много сил и нервов было потрачено смотреть, тем более я еще на данном этапе играю сам. И мне смотреть со стороны и понимать, что я ничего не могу сделать, хотя я знаю, что, допустим, нужно сделать в той или иной ситуации, но это тяжело. Но я стараюсь перестраиваться все-таки уже потихонечку на роль тренера, но не бросаю еще играть. И, собственно говоря, после забитого мяча, Кирилл Песклов забил победный мяч, просто выдох, у меня не было никаких эмоций вообще абсолютно. Я выдохнул, опустил голову, закрылся немножко, думаю, фух, ну все, слава богу, закончилось. Ну и все, ребята там, конечно, сходили с ума на площадке. Я им безумно благодарен за то, что они выложились.